В роли Йоланты выступает Залина Абаева. Это наше недавнее приобретение и открытие. Замечательный голос, замечательная певица, пока что малоизвестная. Вы так про нее сказали, приобретение, как, знаете, про футбольного игрока. Есть какие-то похожести. Это певица, приглашенная на сезон? Она приглашенная на контракт в театр, в состав труппы солистов. То есть в основную труппу? В основную труппу, да. И Баланчина. Да, мы, конечно, не Кехман, чтобы играть в такой футбол. Но, безусловно, это происходит и в этой сфере. И четвертого, да, мы продлили сейчас лицензию на балеты Баланчина. Театр, в общем-то, славится тем, что у него есть это доверие со стороны фонда Баланчина, как и Робинса. И очень успешное партнерство. Мы сейчас продлили эту лицензию на три года. И, соответственно, 4 сентября мы представляем балет «Ампериаль», «Кончарто барокко» и «Соренадо». Красивейшие балеты. Да, и на оперу, значит, к примеру, открытие дирижирует Теодор Курензис. И, соответственно, четвертый – наши лучшие солисты, наша лучшая труппа. Не могу не спросить, как прошли гастроли по Греции? Они прошли триумфально. И да, и риторно для Теодора, импатрия, можно сказать. Теодор, он уже давно покинул Грецию и приезжал туда много лет назад с концертом, но без такого ажиотажа. Сейчас он приехал уже в разгаре, в расцвете силы. Своей творческой карьеры. Своей творческой карьеры, да. И надо сказать, что мы представили, во-первых, большие программы. У нас была симфоническая программа, пятая симфония, шестой такой же, второй концерт Рахманинова. И потом, два дня спустя, наши примеры «Свадебку» и «Петрушку», о которых я забыл упомянуть, когда говорил про прошлый год. Про прошлый сезон. Про прошлый сезон, но это невероятно важные примеры для всей России, что были отмечены и Татьяне Кузнецовой, и вообще федеральной прессой. Что ни один театр, ни один театр в России в прошлом году не выпустил такого количества примера, такого значения и качества. На самом деле, если раньше зарубежные гастроли, будь то балет или опера, я имею в виду российские театры, когда выезжали, всегда в составе любого театра должен был присутствовать, ну не знаю, прима мирового значения. Вот только так, да, то есть на имя шли. У нас получилось так, что выехали, что называется, своим составом. Ну, выехали своим составом. Курензис все-таки имя, да, и не только в Греции. Соответственно, и был повышенный интерес к его приезду, тем более, что некоторые критики говорили, что вот он уехал, и были настроены к нему, соответственно, скептически и критично. Но он порвал всех. Он всех сделал, да. Мы принимаем звонок от Эдуарда. Эдуард, добрый вечер, слушаем вас. Да, вечер добрый. У меня вопрос. Вот в новом сезоне, в театральном сезоне, смогут ли поднять культуру общения сотрудниц гардероба с посетителями театра? Потому что у меня был негативный случай в этом плане. И вопрос номер два. Будут ли вводить хотя бы какой-то минимальный дресс-контроль для гостей театра? Эдуард, спасибо. Ну, на счет первого, мне очень досадно услышать, что у вас был негативный опыт общения с гардеробщиками. Это, может быть, какая-то неотъемлемая часть российской действительности, российских театров. Но я думаю, что с этим нужно бороться. У нас просто говорят, что театр начинается с вешенки. Конечно, безусловно. Начинается даже как бы с порога. Поэтому мы обязательно обратим на это внимание и постараемся повысить всю общую культуру общения. Что касается дресс-кода, знаете, я не сторонник какого-то личного, не сторонник какого-то жесткого дресс-кода для посещения театра в репертуарном режиме. Я думаю, что для каких-то отдельных мероприятий, может быть, для фестиваля или для каких-то вещей это можно было бы указать и на это настаивать. Но дело в том, что большая сила и большая прелесть работы в русском театре и в России, то, что, и возможно, это достижение советского периода, что театральная публика ходит на театр, потому что хочет идти на театр. Не из-за снобизма, не чтобы себя показать или монто продемонстрировать. И в отличие от большинства театров в Европе, где есть определенный снобизм, особенно, что касается оперы или балета, этого снобизма вообще нет в России, ни в одном городе, ни в одном театре. И в театр ходят, чтобы приобщаться к театру, ходят с семьями, ходят с друзьями, ходят разные поколения людей. С разными возможностями. С разными возможностями, да. И введение дресс-кода может быть чреватым введением какого-то буржуазности, от которой продюсеры в Европе пытаются всеми семьями отделиться, отойти. Поэтому, естественно, надо с этим осторожнее. Возвращаемся к открытию нового сезона. Мы произнесли имя Чайковского. То есть, третье число, открытие, это опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского. Вот не зря ведь Чайковским открываем, правда? И в то же время, и в то же время, как бы вот Чайковский и равно театр оперы и балета, Пермский, хотелось бы отойти. Вам хотелось бы отойти. Потому что хочется перетянуть и... Ну, с Теодором просто у нас был разговор в конце сезона. А как-то перейти и на Дягилева, то есть, перетянуть и туда немножечко этот знак «равно». Вот ваше отношение к этому какое? Нет, ну, отойти от какого-либо замчелого Чайковского. От знака «равно», от полного знака «равно». От полного знака «равно», конечно. Потому что театр не может иметь как главной амбиции просто поставить все произведения Чайковского. Это не художественное мышление, это какое-то другое мышление. В Стахановском. При этом, допустим, да. При этом и Дягилев тот же имел огромнейшее уважение к Чайковскому, естественно, как и мы все. Какие-то вещи Чайковского представлены в театре сейчас, мы хотели бы обновить, безусловно. Мы хотели бы усилить, мы хотели бы расширить. И мне кажется, что он заслуживает самое почетное место и всегда будет заслуживать. Но Дягилев, конечно, тоже очень незначимая фигура и стыки менее известная, но определивший вектор развития культуры. Во всяком случае, 20 века абсолютно точно. 20 века абсолютно точно, да. Определивший очень много. И сплошные юбилеи, не знаю, вот в 13-м году будет юбилей весны совершенной, от которого весь мир, ну, произошел срыв, когда на примере весны совершенной в 13-м году в Париже. Вот весь мир отмечает, вот Дягилев из Перми это сделал. Поэтому я бы сказал, что мы не отходим от Чайковского, мы должны просто приплюсовать, что ли. Еще и имя Дягилева, вот, дай бог, будет построена вторая сцена театра. И есть у нас предложение назвать эту сцену имени Дягилева, а старый театр имя Чайковского, это очень красиво и логично. Ну, тоже с Анатолием Печкалевым мы говорили об этом, что будет два зала, один зал Чайковского, второй Дягилева. И вот на каком этапе сегодня вообще вот эти планы? То есть есть уж какое-то реальное воплощение чему-то, ну, я не знаю, два кирпича положили. Что-то есть? Или все пока... Там нужно больше, чем два кирпича. Все, по-моему, идет по плану. Мы заходим на экспертизу в Москве в конце августа. Вот, работа ведется интенсивно, и все хорошо. Идем дальше. Чего нам ждать от театра далее, по списку? Далее по списку. Ну, вот осенью первая премьера — это свадьба Фигера. Один из проектов, заявленных Курензисом, когда он пришел в театр, это был Моцарт, Дапонте. Мы знаем, что Дапонте — это три опыта Моцарт, написанные на либрето Лоренце Дапонте, Козьи Фантуте, свадьба Фигера и Дон Дживани. Значит, сейчас мы представим свадьбу Фигера. Что примечательно, мы пригласили другого режиссера, потому что это тоже одна из основ политики нашей и политики Курензиса — представить разные эпохи музыкальные, разное время и разные режиссерские школы. Бывает, что театр под руководством какого-нибудь интенданта, он будет гнать только одну режиссерский стиль. Да, она очень важна, чтобы наш зритель, во-первых, чтобы было что-то для каждого, что-то для каждого, и чтобы зритель мог себе открыть весь горизонт, все пласты культуры, уходя в глубь времен и так далее. И это касается и режиссуры. Поэтому три оперы из этой серии «Моцарт» мы хотим представиться очень в разных стилях режиссерских. Если в прошлом году была довольно аутентичная постановка, не совсем пуризм 18-го, тем не менее, то в этом году более европейская политическая режиссура. – Марк, прошу прощения, не будем держать человека на том конце провода. Ольга, слушаем вас. Добрый вечер. – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Я бы хотела задать вопрос по поводу расписания спектаклей. Это будет как прошлый год, например, балет шел пару раз в течение одного месяца, и затем уже в дальнейшем он не повторялся. Или это будет по-другому, как было раньше? – Ольга, вопрос понятен, вопрос понятен. Очень мало времени, поэтому отвечаем. – Это будет более похоже на прошлый год, чем на предыдущие годы. У нас, в общем-то, репертуар сформирован, и к началу сезона мы выпустим, напечатаем репертуарную книжку, то есть книжку всех спектаклей на весь год, все уже определено, все уже известно. Мы нашли, мне кажется, мы понимаем преимущества предыдущей системы, понимаем преимущества того, как было построено в прошлом году. Мы постарались найти оптимальный компромисс. – То есть скомпилировали так, чтобы было наиболее удобно? – Наиболее удобно. – Ну, во всяком случае, тем, кто пока не привык к новой системе, придется привыкать, выискивать для себя те спектакли, которые хочется увидеть, в смысле балетных спектаклей, и какие оперы послушать. Марк, буквально 30 секунд до конца нашего эфира. Самые значимые моменты, которые нас ждут в этом сезоне? – Помимо перечисленного Моцарта. – Ну, пожалуй, это будет на Диаглифском фестивале, потому что в рамках Диаглифского фестиваля Роми и Джулиатка, Анаст Макмиллена. Новая версия весны совершенно. – В 2013 году, как мы только что уже сказали. – В 2013 году, и это будет, я думаю, клуминация очередного, очень насыщенного, яркого сезона. – Спасибо огромное. Это был Марк Демани, генеральный менеджер театра оперы и балета города Перми. Спасибо огромное. – Спасибо. – Спасибо, что были с нами. – Спасибо. – Доброго вам вечера. – Одежда для ведущей предоставлена салоном женской одежды BGN, ТРК, Колизей Синема. – Субтитры подогнал «Симон»! – Субтитры подогнал «Симон»! – Субтитры подогнал «Симон»! – Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...